Здравствуйте дорогие друзья, я доктор Лена Березовская. Сегодня еще один вопрос из вебинара номер 8. Итак, вопрос на тему. Сейчас у меня 9 неделя беременности. На сроке 6 недель была небольшая отслойка плодного яйца, но на УЗИ через 10 дней ее уже не было. И поэтому я особенно напрягалась, когда на 8 неделе начались выделения. От желтых с каким-то аранжеватым оттенком до коричневых. На осмотре врач сказала, что у меня опущение матки, шейки матки, очень низко в влагалище, но чисто и закрыто. По УЗИ все с малышом нормально, хорошее развитие, отслойки тонуса нет. Врач сказала, что опущение матки может быть угрозой для беременности, и поэтому такие выделения, но в 12-14 неделям она должна подняться. Я действительно чувствую дискомфорт области шейки матки, легко могу потрогать ее пальцем через влагалище. Еще часто бывают тянущие боли, похожие на боли премесячные. Врач сказала, необходим прием дифастона до 22 недели, но я знаю, что вы не рекомендуете, да и ни о чем, чем он может помочь при опущении. Буду благодарна за ваше профессиональное мнение об опущении матки при беременности, чем чреваты, что вообще с этим делать. И дальше женщине 28 лет, до этого она имела уже двое здоровых детей, 5 и 3 года, цельшая беременность на маленьком сроке. Может ли быть опущение матки из-за сложных вторых родов, и такого рода выделения из-за опущения все-таки. Принимает препарат Олиберг и Магнелис. Действительно, уже факт тот, что было двое родов здоровых, то есть срок родов, говорит о том, что действительно связочный аппарат органов малого таза может быть ослаблен, особенно если женщина не занимается физической активностью, не ходит в тренажерный зал, то, конечно же, у нее может быть опущение шейки матки и матки. То есть вполне встречается такое явление после нескольких родов, но, скажем, в плане чего-то опасного для последующей беременности на самом деле не существует. То есть это все мифы. И не важно, что есть небольшое опущение, женщина забеременела, и она выносит такую беременность, должна ли подняться матка, это не совсем так. То есть состояние может быть такое, как имеется постоянно. При этом выделение не зависит от опущения. То есть если была гематома, это говорит о том, что была отслойка хориона. И не исключено, что если гематома была, скажем, очень близко к краю плаценты, то скопившаяся кровь все же могла выйти, частично выйти. И поэтому начались выделение, скажем, намного позже, а не сразу. И не нужно в данном случае паниковать. Но, конечно же, всегда проводят УЗИ и смотрят, где находится прикрепление плодного яйца, то есть где находится прикрепление будущей плаценты, и перекрывает ли она внутренний зев, находится ли близко к внутреннему зеву, потому что из-за этого может быть позднее. Имеются ли фиброматозные узлы какие-то, потому что очень часто женщины мне пишут, что есть кровотечение, есть кровяние самозня, а потом в ходе переписки узнается, что у женщины есть фиброматозный узел, на который они не обратили внимания, или на который им не обратили внимания, и сказали, что он здесь ни при чем. На самом деле могут быть кровяние сопределения из-за этого. Другими словами, ничего плохого в этом нет. Тянущие боли есть практически у всех женщин. Для этого просто откройте навигатор по путешествию и почитайте о неприятных симптомах при беременности. Откройте настольное пособие для беременных женщин, где как раз рассказывается о том, что может испытывать женщина в начале беременности, особенно в первом 3 месяце. То есть то, что вы описываете, вполне нормальное явление в жизни большинства беременных женщин. Теперь в отношении приема продестерона. Ну, конечно же, абсурд какой-то принимать продестерон, якобы для лечения опущения. То есть это вообще не показано в данном случае. И особенно до 22 недель. Это просто абсурд. Это перегибание палки. Говорится о том, что врач практически не думает, он не знает канонов современного кушерства и не изучает именно гормональные изменения при беременности. Что такое продестерон? Какую роль он играет в кушерстве и уникологии? Я могу просто посоветовать только таким врачам почитать книгу «Гормонотерапия в кушерстве и гинекологии. Иллюзии и реальности». Говорится о том, когда и чем мы принимаем продестерон. Что это такое и какую роль он играет в жизни женщин. Теперь в плане лечения здесь не нужно спокойно, нормально переносить. И желательно все-таки начать заниматься физкультурой. Но хотя бы какой-то. Можно легкой физкультурой, можно плаванием. Потому что опущение это факт того, что связки слабенькие, мышцы слабенькие. И конечно же по ходу жизни все-таки станет вопрос, как раз вопрос вот этого опущения репродуктивных органов. И лучше заняться сейчас, сразу же после родов, чем потом ходить на пластике и поднимать все это. И то в большинстве случаев это не удается на самом деле. То есть здесь тоже перегиваются палки о пользе оперативного лечения и так дальше. Поэтому вот займитесь физкультурой сейчас. А так больше абсолютно никаких рекомендаций. Всего хорошего. До свидания.